Пресс-конференция, приуроченная к Международному дню детей и больных раком, которая отмечается 15 февраля, прошла 13 числа в Москве. На встрече с журналистами руководитель отдела неинфекционных заболеваний Европейского офиса Всемирной организации здравоохранения Жоао Бреда заявил о том, что ВОЗ признает действия российских детских онкологов успешными и рекомендует распространять, разработанный специалистами из России, план лечения в другие страны. Детская онкология – это не только медицинская, но и медико-социальная проблема. Но важным аспектом является то, что, чтобы добиться успеха, нужно привлекать силы не только врачей, детских гематологов, онкологов, детских хирургов, но и всего сообщества – радиологов, педиатров, терапевтов, неврологов и всех-всех-всех. Всемирная организация здравоохранения напоминает, что ключевым фактором в успешном лечении рака является его диагностика на раннем этапе. Будьте начеку. Рак может прийти к любому из нас, наших близких и наших пациентов. Богатым и бедным, сильным и слабым, здоровым и не очень. Поэтому самое главное, что вы можете сделать для своих пациентов – это не просто заниматься тем, что мы называем ранней диагностикой. Мы открыты к общению и готовы говорить обо всех проблемах, которые у нас существуют. Российская модель лечения детских онкологических заболеваний основана на современной стандартизованной терапии с использованием жестких режимов протокола без внедрения новых лекарственных форм. А по словам представителя Минздрава, в 2017 году были внесены изменения, жестко определяющие временные рамки по проведению их диагностики.